Здравствуйте, в студии Алина Решетняк. Удобное современное жилье, которого никогда не было в Западной Якутии или современные городские пространства, достойные жителей Алмазного края. А может быть новое место встреч? Что из этого появится в Мирном и когда? Об этом и не только сегодня мы поговорим с нашей собеседницей, главным архитектором Мирницкого района Светланой Сафоновой. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Уже неоднократно в нашей студии мы говорили про мастер-план. Как мы себе представляем этот такой документ, что-то вроде дорожной карты, где прописаны шаги, что нужно реализовать шаг за шагом. Объясните нам, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, как вы понимаете этот документ? На самом деле это действительно новые веяния в архитектуре, и в градостроительстве. Такого понятия, как мастер-план, нет даже до сих пор в градостроительном кодексе, хотя сейчас прорабатываются вопросы по внесению изменений в градостроительный кодекс. И, конечно, он здорово отличается от тех градостроительных документов, к которым мы привыкли. Это генеральный план города Мирного, такой вот документ, который обязателен для всех поселений. Правила землепользования и застройки, которые вытекают из генерального плана и дают нормативный акт, как застраивать, с какой функцией и так далее. И уже более дробные такие документы, это документы, проекты планировки с проектами межевания. Чем он отличается от генерального плана, допустим? Я вот для себя даже подготовила такую табличку небольшую. Прежде всего, получается, что генеральный план, как я уже сказала, это обязательный документ. Он полностью и состав, и структура его регламентируется градостроительным кодексом. Мастер-план — это документ стратегического развития города, и он ничем пока не регламентируется, и ни в каких нормативно-правовых документах не отражен. И сам генеральный план — это прежде всего проект, крепкий проект, в котором определены функциональные зоны, разбита территория города на функциональные зоны, и указано, где, в какой зоне, в каких местах, в каких точках должны быть построены по нормативу для такого количества населения города те либо иные объекты местного значения — школы, детские сады, торговые объекты и так далее. То мастер-план, он носит такой декларативный заявительный характер, и в первую очередь это не проект, а это взаимодействие. То есть он готовится на основании действительно мнения и жизненных, я бы так сказала, потребностей самого населения. Значит, он, получается, не имеет никаких границ каких-то определенных. Те, кто его готовят, когда заходят, они проводят глубокий анализ и выбирают те территории, которые подлежат в первую очередь обновлению, реновации и так далее. Никаких границ, ничего нет. И самое главное, что он очень понятен простому жителю, обычному мирнинцу. Он будет понятен. Почему? Потому что в генеральном плане четкие схемы, цифры, границы. Совершенно верно. А здесь схемы более открытые, более понятные, большое, огромное количество визуализации. Потому что, например, наши проектировщики из Владивостока, Конкрет Джангл Архитектура, общество с ограниченной ответственностью, они даже подготовили 3D-модель города, такую интерактивную. Как это будет наглядно, чтобы увидеть. Да, то есть можно посмотреть в любую территорию, зайти и посмотреть вплоть до того, какая типология жилья, какие пересечения улиц, тротуары и так далее. То есть это вот такой живой документ, который как раз предусматривает все необходимые потребности для города. Ну то есть план, мастер-план у нас есть, но есть наверняка какие-то пункты. То есть базовые пункты, на которые в первую очередь нужно обратить внимание, ну и, соответственно, потом. Вот по какому принципу выбираются пункты, которые нужно реализовать в первую очередь? Ну, как я уже сказала, что были проанализированы все проблемы, все задачи, которые стоят перед городом. И, конечно же, в первую очередь у нас стоит проблема наличия большого объема ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что город у нас не такой старый, как Якутск, допустим, столица нашей республики, в любом случае у нас на 1 января 2022 года текущего уже признаны ветхими аварийными 235 жилых домов были. Из них только 11 попали в региональную адресную программу переселения, которая рассчитана до 2025 года по сносу и переселению. Понятно, какой большой задел остается нереализованным. На сегодняшний день уже даже 247 жилых домов, из них 35% располагаются в центральной части города. Поэтому, прежде всего, конечно, внимание уделяется вопросу по сносу и по компактной, комфортной жилой застройке с новой типологией домов, с новой типологией квартир и так далее. Есть ли какие-то сроки? Ну, то есть, что вот такое большое количество у нас аварийного жилья, хотелось бы с этим побыстрее разобраться. Ну, понятно, что это огромный объем работы. Есть ли какие-то у нас конкретные даты, к какому числу должны быть завершены работы? К какому году должны быть числы? Ну, я думаю, что многие мирнинцы уже знают о таком знаковом событии, как подписание указа главы республики о развитии Мирнинского района на период до 2030 года. И вот как раз в этом указе имеется такая строчка «Ликвидация ветхого аварийного жилья до конца 2030 года». То есть, это, конечно, большая стратегия, большая задача, и республиканские власти, органы местного самоуправления совместно с городообразующим предприятием сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы реализовать эту программу. Сами понимаете, что на сегодня на вторичном рынке у нас уже жилья не так много. Приобретать его с каждым годом становится все сложнее и сложнее. А тех категорий, кого нужно переселять, много, поэтому надо строить. И мастер-план как раз нам предлагает застройку наших кварталов, в том числе и в центральной части города. Вот, допустим, квартал, как мы его называем, 3-й и 4-й, в границах улиц Ленина, Ленинградского проспекта, 40 лет Октября и улиц Шассакирова. Самый большой такой жилой квартал. Самый центр, да, очень много, где практически до последнего были уличные туалеты. Даже в границах этого квартала у нас находится 47 домов, которые признаны аварийными, 3 дома, которые имеют признаки аварийности и тоже вот-вот в ближайшие дни будут признаны. То есть мы сейчас видим, как на улице Аюнского освобождаются площадки, пустыри появляются, и воля для застройщика, для проектировщика реализовать вот свои предложения. То здесь вот это все как раз предстоит. И вот представляете, вот на этой территории будут внесены, когда все жилые дома. Это, конечно, большая задача, вот, потому что придется вносить изменения в существующие проекты, планировки. И мало того, по центральным кварталам, по многим уже была выполнена комплексное кадастровое, значит, деление, участки поставлены на кадастровый учет. То есть это работа большая, нужно делать, как вы сказали, своеобразную дорожную карту для того, чтобы все это исполнить. Такой, наверное, самый интересный, волнующий вопрос. Откуда планируется выделить финансирование, откуда планируется взять финансирование на воплощение мастер-плана? Ну, здесь, конечно же, будут привлечены средства не только из местного бюджета, бюджета Мирненского района и бюджета города Мирного, а также средства государственного бюджета республики, и мы надеемся Российской Федерации, потому что помимо вот такой программы, у нас президент страны заявил о том, что на Дальнем Востоке надо обратить внимание на Дальний Восток в части как раз ликвидации аварийного жилья. Поэтому мы надеемся, что будет реальная программа по финансированию вот этого сноса. Будем привлекать инвесторов и застройщиков в плане проработки проектов компактной, комплексной застройки территории, когда они будут заходить, сами готовить проекты, сами строить жилые дома и помимо расселения еще реализовывать жителям квартиры. Затем у нас, конечно, кроме жилья у нас большой пласт работы по таким общественным зданиям и сооружениям. Наверное, уже многие жители знают, что предстоит нам в городе Мирном появится образовательный, образовательно-производственный кластер большой. Причем изначально он появился, когда проектировщики пообщались с преподавателями и со студентами нашего МРТК. Узнали о том, какие у них проблемы. И начали прорабатывать эту историю интересную, которая в итоге вылилась в большой такой объект, который должен появиться у нас напротив городского парка по шоссе Кирова. Там будет и центр городских сообществ, который, независимо от общественно-образовательного вот этого кластера, суперкампус, как мы его хотим назвать, кампус такой образовательный. Центр городских сообществ, где, допустим, так же, как у нас на центральной площади собирается молодежь, им нравится общаться, но другого места у них нет. Поэтому вот этот центр городских сообществ, он представлен будет в большом таком строении. Там будут и открытое пространство, и какие-то кафе, студии и так далее, где точно так же под куполом они могут общаться и реализовывать свои возможности. Вот. И образовательный вот этот кластер, сам глава республики предложил внимание обратить не только на МРТК, но и на то, что у нас все-таки в городе есть филиал госуниверситета, федерального университета, поэтому образовательные какие-то площадки, образовательные помещения для учебной классы будут перекликаться с производственными мастерскими для алмазодобывающей промышленности, для нефтегазовой промышленности, чтобы можно было готовить специалистов у себя со всего региона Западной Якутии. Чтобы была такая возможность. Дети смогли приезжать сюда. А это, конечно же, повлечет за собой и строительство новых общежитий для студентов. То есть развитие идет в этом ключе. Мало того, когда прорабатывался вот этот вопрос по образовательному кластеру, неожиданно предложение появилось перенести старшие классы, те, которые уже готовятся к поступлению, из всех школ города, собрать их в одно место как раз вот в этом образовательном кластере. Помимо того, что можно будет там привлечь уже таких преподавателей, педагогов, которые будут настроены на подготовку детей к поступлению, они смогут ознакомиться с теми профессиями, которые предлагают наши вузы. И это будет решением, может быть, каких-то вопросов об оттоке молодежи из города Мирного. Потому что уезжают, конечно, прежде всего на учебу. И родители нацелены на то, чтобы дети уезжали. Но город Мирный будет развиваться. У нас сейчас, сами знаете, строится новый аэровокзальный комплекс аэропортовый. Очень много предложений в мастер-плане по общественным таким территориям и общественным объектам, которые будут рассредоточены в разных районах города, чтобы создать комфортную такую среду не только в центре города, но и в отдаленных районах, и в микрорайоне Заречном, и по шоссе 50 лет Октября, где вот у нас сейчас формируются новые кварталы ИЖС для многодетных семей. Поэтому много очень задач стоит по зданиям общественным. У нас много лет не решался вопрос по строительству. Ну и даже не поднимался, будем так говорить. Он присутствовал в градостроительных документациях, в том же третьем-четвертом квартале, о котором я говорила, согласно проекту планировки, детская школа искусства. Причем какое-то одно отделение небольшое. Сейчас уже задача поставлена и главой района, причем уже подготовлен проект технического задания и направлен в республику. Этот объект попал в указ главы республики, что говорит о том, что однозначно у нас этот объект появится. Площадка уже готовится, освобождается на пересечении улиц Комсомольской и Ленинградского проспекта. И мало того, это будет детская школа искусств, которая будет себя объединять оба отделения, это и художественное, и музыкальное. Поэтому появится такой объект в ближайшее будущее. Уже сейчас планируется проектировать его. И в рамках мастер-плана еще по улице Комсомольской, напротив бассейна Кристалл, будет строиться спортивный объект. Дома снесены, земельные участки уже освобождены, еще последний дом на перекрестке остался. Там мы планируем построить спортивные залы, художественные гимнастики и спортивных танцев. То есть это должны быть действительно объекты, которые будут удобные, будут построены по всем правилам, с высокими потолками. Там будет очень удобно и тренерам, и детям. И по предложению нашего управления по физкультуре и спорту, поскольку есть такая необходимость, у нас длительное время нет возможности гулять по долгу на улице, тем более осуществлять пробежки. А народ у нас активный, и поэтому мы предложили, чтобы в этом объекте была учтена возможность обустроить легкоатлетическую дорожку Манеж, чтобы можно было в любое время года с кондиционерами и так далее. Планы большие. Мало того, у нас же в рамках этой работы еще готовятся, занимаются проектировщики брендированием. То есть так же, как у любой фирмы, любой организации, должен быть свой бренд, своя узнаваемость и так далее. Такой бренд появится у города Мирного. У города Мирного появится дизайн-код. То есть это такой набор правил, как оформлять пространство. Чтобы все было в основном стиле. Да, потому что у нас, конечно, сейчас есть вот этот хаос, чтобы город был узнаваемый в мировом сообществе, потому что все-таки алмазы добывающие промышленность, наша компания. Уже практически на выходе у нас вот такая работа. Взяли за основу для бренда города надпись «Мирный на въездном знаке» и проработка символов идет, символов, которые ассоциируются с городом Мирным. А это, конечно же, карьер, алмазы-бриллианты, северное сияние, растительность. У нас город очень зеленый, он практически стал как южный. Да, город-сад. Поэтому вот эти вот все нюансы, причастность к якутской национальной культуре, то есть это элементы традиционного орнамента якутского и так далее. То есть носить на здания, да? Совершенно верно. Причем к этой работе подключилась наша архитектор Христина Решетникова. Она тоже свои предложения подготовила. Сейчас вот в стадии завершения, я надеюсь, что мы скоро сможем для всего города презентовать уже эту работу, мастер-план. Он очень большой такой, объемный, и обсудить его. Светлана Анатольевна, мы будем ждать вас снова у нас в гостях. Будем обязательно следить за развитием истории. Обязательно приходите нам по мере поступления какой-нибудь информации, я думаю, что это будет очень интересно. Спасибо большое, что выделили время и к нам пришли. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин